МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии новостей Ольга Ряминин. Сегодня в нашей программе. На сегодняшний день порядок субъектов однозначно и органы ГИБДД, и прокуратуры высказались о том, что наклейки на стёкла – это состав правонарушения. Как оградить население от поры незаконных действий активистов движения СтопХам и как направить их энергию в мирное русло, решали сегодня депутаты, сотрудники ГИБДД, прокуратуры и общественники. Взяли номерок на портале, пришли все вовремя, все быстро, очень хорошо. Отпечатки пальцев снимут у всех, кто собирается оформлять загранпаспорт сроком на 10 лет. Специально разместили заметки к работам, которые, как маленькие подсказки, на что стоит обращать внимание, чтобы разгадать, собственно, вот эту тайну. Тайнопись «Дали» поможет разгадать выставка работ знаменитого испанского сюрреалиста в городском выставочном зале. Работу активистов движения СтопХам надо направить в мирное русло. К такому выводу пришли депутаты Заксобрания Карелии вместе с представителями ГИБДД, прокуратуры и общественности. Однако надо ли ограничивать деятельность организации СтопХам законодательно, в стенах карельского парламента так и не решили. За ходом встречи наблюдала Анна Яровая. Мы не будем оценивать действия движения СтопХам. Речь идет только о внесении изменений в закон об административных правонарушениях. Такими словами открыло заседание парламентской комиссии по законности и правопорядку ее председатель Ольга Шмаенник. Но без оценки все же не обошлось. У каждого из выступающих отношение к этому скандально известному движению неоднозначное. Однако в Карельской ГИБДД считают, что активность СтопХамовцев все-таки можно направить в мирное русло. К примеру, отправить патрулировать аварийно-опасную улицу Чапаева или бабушек по пешеходным переходам водить. Мы готовы, так сказать, участвовать в том числе в совместных рейдах. Но эти рейды, они будут носить меры профилактики, профилактического. Вы знаете, на мой взгляд, лепить наклейки на стекла нарушителей, да, это не совсем правильно все-таки. Это не совсем правильно. Значит, у нас есть ряд, существует ряд других проблем, которые, так сказать, могут, профилактически можно воздействовать и на водителя, и на пешехода. И все же на главный вопрос, как оградить население от неоднозначных и порой незаконных действий активистов движения, и нужно ли вообще это делать, ответа так и не нашли. Если общественное движение и сегодня нарушает закон, будет ли толк от новых ограничений? А претензий к организации много, начиная от наклеивания злополучной надписи на стекла автомобиля до участия в этих рейдах несовершеннолетних. На сегодняшний день по ряду субъектов однозначно и органы ГИБДД, и прокуратуры высказались о том, что наклейки на стекла – это состав его нарушения. Так же, как и возникающие при этом конфликты. Нередко переходят и хулиганские действия со стороны и стоп-хама представителей, так и нарушителей правил дорожного движения. Это конфликтная ситуация. Ну а что касается детей, это, конечно, нонсенс. Это недопустимо. Высказались на заседании и представители общественности. Олег Алексеев, основатель группы «Анти-стоп-хам» в соцсети, настоятельно попросил разобраться со своими обидчиками. По его мнению, на своих роликах активисты зарабатывают не только рейтинг, но и деньги. Оказывается, это все не просто так. Это, оказывается, финансируется на высоком уровне. Они провоцируют водителей на создание вот этих роликов. Вот у меня есть информацию, могу потом пустить по рядам, сколько они зарабатывают, до миллиона в месяц, все в долларах. У меня был случай, возник только из-за того, что на одну минуту вышел отдать ключи ребенку, который стоял недалеко от тротуара. Эти молодцы. О, все. Вот видели человека. Тут же прибежали, тут же наклеили, разместили, разместили в Ютубе. Все такие довольные, такие все счастливые, они сделали свое дело. Представляете, меня довели до полного инфаркта. Олег Алексеев указал также и на то, что проблема шире. Необходимо пересмотреть транспортную сеть города и найти в ней место новым парковкам. Ведь порой автомобилисту просто негде оставить машину. И даже останавливаясь на минуту в неположенном месте, ты становишься правонарушителем. Создав в городе больше парковок, можно без всяких законов попросту оставить стоп-хам без работы. Следком Ленинградской области завершил расследование уголовного дела по факту гибели ориентировщика из Карелии Яна Рязанова. Напомню, трагедия произошла в ночь на 2 мая в поселке Будагощ Ленинградской области, где проходили соревнования по спортивному ориентированию. 11-летний мальчик заблудился и погиб от переохлаждения. Следком обвиняет троих. Это бывший судья соревнований по спортивному ориентированию Ленинградской области Александр Бровин, бывший президент Федерации спортивного ориентирования Ленинградской области Сергей Егоров и тренер спортивной школы Олимпийского резерва Петрозаводска Юлия Семенова. В чем конкретно их обвиняют, нам по телефону рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета Ленинградской области Юлия Маталыгина. Действия каждого из них следователи квалифицировали по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России. Это причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. То есть, проще говоря, они не объяснили детям, как вести себя, если потерялись? Совершенно верно. Не было никаких ни разъяснений на эту тему, ни письменных, ни устных уведомлений. Кроме всего прочего, дети не знали даже границы участка, территории, по которой они осуществляли это мероприятие. После чего все-таки допустили выход на старт и дистанцию детей, которые не были должным образом оповещены о таких действиях. Кроме того, Бровин, как главный тренер, главный организатор, прошу прощения, своевременно не организовал работу по поиску этого участника, который не пришел своевременно на финиш. По мнению следователей, при необходимой внимательности и предусмотрительности Бровин, Егоров и Семенова должны были и могли предвидеть общественно опасные последствия своего бездействия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. С нового года по всей России изменилось миграционное законодательство. Теперь жители стран бывшего СНГ смогут пересекать границу только по загранпаспортам. Исключение сделано лишь для стран, входящих в таможенный союз. Еще одно новшество, которое касается напрямую самих россиян. Для оформления загранпаспорта теперь нужно сдавать отпечатки пальцев. Сканеры уже установлены и работают во всех отделениях УФМС Карелии, где выдают паспорта нового образца. Тему продолжит Алиса Агранович. Теперь эта процедура обязательна для всех, кто собирается оформлять загранпаспорт сроком на 10 лет. Внесение дактилоскопических данных – это защита паспорта и от подделки, и от непредвиденных обстоятельств. Информацию с чипом можно считать, даже если ваш паспорт, например, пожевала собака. На такое нововведение люди реагируют по-разному, рассказывают сотрудники Петрозаводской миграционной службы. Кто возмущается, кто удивляется, кто поддерживает. За первые три дня работы миграционной службы процедуру снятия отпечатков прошли около 40 человек. Ничего сложного в этом нет, отпечаток пальца ставить. А не боитесь такую информацию передавать куда-то? Я думаю, это все конфиденциально. Взяли номерок на портале, пришли все вовремя. Все быстро, очень хорошо. Очередей в коридорах новшество не создало. Вся процедура занимает меньше пяти минут. Из-за безопасности личной информации можно не беспокоиться, говорят сотрудники миграционной службы. В базу данных отпечатки пальцев не заносятся. После выдачи паспорта информация об отпечатках из баз данных удаляется. То есть она остается зашитой только в чип. Отсканировать отпечатки пальцев можно и в добровольном порядке. Они будут храниться в базе данных столько времени, сколько вам нужно. Этим миграционная служба тоже занимается. Это особенно может быть полезно для людей преклонного возраста, у которых, извините, уже с памятью плоховато. Они могут забыть даже, как их зовут. Очень часто бывают объявления о том, что помогите найти родственника. Ушел папа, ушла мама, ничего о себе не помнит, выглядит вот так. Вот дактилоскопическая информация позволяет однозначно определить, кто это. УФМС напоминает, что записаться на предоставление любой из этих услуг можно лично или через портал госуслуг. В Карелии начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общим образовательным предметам. Сегодня ребята писали тесты по французскому языку. Показать свое мастерство владения французским изъявили желание лишь семеро учеников, все из петрозаводских школ. Одиннадцатиклассникам в течение двух дней предстоит написать два лексико-грамматических письменных теста, сдать аудирование, восприятие иностранной речи на слух, а также пройти экзамен на грамотность устной речи. В рейтинге популярности языков в Карелии французский стоит на третьем месте после английского и немецкого. По словам преподавателей, несмотря на то, что сегодня существует огромное количество учебных пособий и самоучителей, качество знаний школьников по иностранным языкам оставляет желать лучшего. В Петрозаводске есть несколько школ с языковой направленностью. Французский, например, углубленно преподает в 27-й школе. Чтобы качественно выучить язык, количества школьных часов недостаточно. Нужна увлеченность и внутренняя мотивация. Примеры студентов, учеников, которые участвуют в Олимпиадах и побеждают, показывают нам то, что даже изучая французский, например, как второй иностранный язык, можно добиться очень хороших результатов и войти в призеры или даже победители регионального этапа, что непросто. Это уровень B2 все-таки по европейской шкале уровня владения иностранными языками. В течение месяца пройдут Олимпиады также по немецкому языку. Заявились уже 15 учеников. И на тесты по английскому записалось 57 школьников. В случае победы ребята будут состязаться уже на российском уровне. Традиционно карельские школьники показывают хорошие результаты по английскому и немецкому языкам. Напомним, в 2020 году иностранный язык станет обязательным предметом ЕГЭ. Сама же Всероссийская Олимпиада школьников включает в себя 21 предмет общеобразовательной школы. А теперь коротко о других событиях Карелии. В рамках Госкомиссии по подготовке к столице Республики создана еще одна, шестая рабочая группа. Она будет заниматься информационным сопровождением и продвижением положительного имиджа Карелии в России и за ее пределами. Об этом глава Карелии сообщил накануне на встрече с главными редакторами республиканских СМИ. Он отметил, что к этой работе должны активно подключиться и профессиональные журналисты. Санинспекторы Роспотребнадзора с 23 января получат право являться с проверками в рестораны, магазины и на предприятия пищевой промышленности без предупреждения. Основанием для внеплановой проверки может стать жалоба потребителей или требования прокурора. Раньше надзорное ведомство должно было предупреждать о рейдах не менее чем за сутки. Также, согласно новому закону, сотрудники будут искать поддельные лекарства и биологически активные добавки. За оборот контрафактных медикаментов и БАДов предусмотрена административная ответственность. В федеральный закон о ветеранах внесены изменения. Они устанавливают правовые гарантии социальной защиты лицам, которые во время Великой Отечественной войны принимали участие в боевых операциях подразделений, не входивших в состав действующего флота, а также привлекались к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В предыдущей редакции закона был обозначен период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Теперь число граждан, относящихся к категории участников Великой Отечественной войны и, соответственно, имеющих право на меры соцзащиты, станет больше. Король ипотажа – безумец или гений. Каким же был на самом деле Сальвадор Дали? Приоткрыть завесу тайны и провести собственную грань между иллюзией и реальностью смогут посетители выставки «Сальвадор Дали. Тайнопись», которая откроется завтра в городском выставочном зале. А сегодня одну из первых экспозицию увидела наш корреспондент Алена Сянти. В городском выставочном зале подготовка к открытию выставки работ Сальвадора Дали идет полным ходом. Творение великого мастера к нам привез питерский арт-центр в перинных рядах. Петрозаводск станет первым после северной столицы местом показа 60 цветных графических произведений Дали из частных коллекций Европы и США. Мы хотели показать Дали немножко с другой стороны, потому что все знают его как масс-медийную персону, как великого мистификатора, знают как такого очень академичного художника в живописи, что, казалось бы, не свойственно. Вот в графике он другой. Эту экспозицию из пяти серий печатной графики готовили три года. График Удали традиционный не назовешь. Различить подлинное и воображаемое в этих работах практически невозможно, но тем увлекательней процесс разгадывания тайн чудных образов. Чего только стоят его вольные интерпретации карт Таро, чьи символы веками связывают с тайным знанием. Так смиренный образ повешенного у знаменитого фантазера оборачивается аллегорией небывалого душевного подъема. А в одной из работ триптиха «Трилогия любви» самый внимательный зритель вдруг обнаружит силуэт девочки со скакалкой, героини уже совсем другой серии, «Приключения Алисы в стране чудес». Специально разместили заметки к работам, которые как маленькие подсказки, на что стоит обращать внимание, чтобы разгадать, собственно, вот эту тайну, тайнопись Дали, как называется наша выставка. Все эти маленькие детали – это отсылки к его детству, к его воспоминаниям о детстве, к его жизни, и помогают раскрыть для себя вот эту очень загадочную, эксцентричную фигуру, но, безусловно, очень интересную. Путешествовать по красочной стороне грез и мифов и открывать для себя новые грани творчества Сальвадора Дали петрозаводчане смогут с 16 января по 8 февраля. На этом наш выпуск завершен. Смотрите наши новости также в интернете на сайте sampo.tv. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова